Ууууу... Хватит, блять, перебивать. Вот если убермаргинала не перебивать, то его несёт, и он начинает нести очень нудную хуйню, поэтому иногда приходится убермаргинала перебивать, не обессудьте. Ты смотришь сериалы? Смотря какие? Что-то смотришь? Нетфликс смотришь? Ну иногда на Нетфликсе что-то смотрю, да. А чё ты смотришь? Я думаю это интересно. Я часто советую сериалы. Да много чего. Я смотрю много сериалов, на самом деле. Например, самые топовые, давай топ-5. Самые топовые, блядь, мне сложно назвать самый топовый сериал, я их очень много видел. Наверное, первый сезон «Настоящего детектива» был топовый, на мой взгляд. Концовка, абсолютное дерьмо, мне кажется. Концовка мне не зашла, да, но в целом сезон хороший. Я его два раза смотрел, наверное, посмотрю третий. А что еще я смотрел, в принципе, вот которое было бы реально топовое, блядь, реально хуй знает. «Фарга» был хороший сериал, первые два сезона. «Фарга» был гениальный сериал, да. Давным-давно был сериал «Тысячелетие», еще в 90-х был хороший очень. Тебе нравится «Черное зеркало»? Не, я дропнул на третьей серии. Почему? Короче, мудная хуйня, блядь. Я, во-первых, фантастику не люблю, а во-вторых... Это не фантастик, а «Черное зеркало», это остросоциальный проект. Это остросоциальная фантастика, типичная, обычно. Фантастика вся такая, она всегда, блядь, там пишут про каких-то роботов в санах, а на самом деле это символизирует какую-то хуйню в голове у автора либерала. Вот, крепко насранную хуйню. Какая хуйня. А тебе Звягинцев тоже не нравится, да, насколько я знаю? Ну, Звягинцев мне не из-за его месседжей, которые там якобы есть, не нравятся как раз там. Если бы там были либеральные, как гоблины, как это на тупичке называют, либеральные помои. Если бы там были либеральные помои, это было бы лучше. Но в Левиафане, например, вообще ни хуя нет. Я смотрел, я типа... У меня даже нет претензий, как у Баженова, короче. Ну, я смотрел... У Баженова нет претензий, у Баженова просто высер. То есть, как бы, у Баженова нашел там какую-то хуйню, чтобы там засрать что-то. Я смотрел, я охуевал просто. На экране ни хуя не происходит, блядь. Пиздец сколько времени. Просто, блядь, ни хуя абсолютно. То есть, если взять какой-нибудь дурак Быкова, да, он, по сути дела, про то же самое, но он, блядь, динамичный. Там, блядь, движется что-то на экране хотя бы. Звягинцева я, блядь, вообще не понимаю. Нахуя, в принципе, такой снимать и смотреть? Че там интересного? Ты смотрел на Нетфликсе стиль сериала? Какой? Стиль. Стиль? Наверное, нет. Это самый, наверное, пиздацый сериал вообще на Нетфликсе, который ныне существует. Вышло, правда, только три серии пока что. Або что? Ну, там тоже такая социальная драма. Но это больше про, блядь, молодежь и вся хуйня. Стиль это гениальный вообще. Ну, я, короче... Советую тебе посмотреть на самом деле. В оригинале как назывался? Style. Он так и назывался. Не знаю, я не в курсе. Это, видимо, совсем не моего типа сериала. Не-не-не, я уверен, тебе понравится. Ну, чувак, я смотрел все сериалы по Марвелу от Нетфликса, например. Вообще все какие были. То есть, ну, чисто, чтобы ты понял, вот какую хуйню я смотрю по большей части. Я люблю, когда на экране что-то швелится. Я не люблю статичные кадры. Мне скучно становится. Я, блядь, в мобильник начинаю хуярить. То есть, Левиафан это весь фильм, который можно просидеть, просто играя в Кэнди Краш, нахуй. Потому что там, блядь, на экране нихера не происходит. Такой потом внезапно, о, бля, мэр снова появился. Хе-хей. А, нет, все, все, пока. Снова, блядь, в мобильник. Потому что, типа, я реально не понимаю. А, генитально, генитально. В смысле генитально? Генитально смотрел сериал? Нет, наверное. Как назывался в оригинале? Он так и называется, это российский сериал. А, российский? Я российский сериал не смотрю, чувак. Я метод смотрел. Ну, вот, вот там. Генитально от Быкова же, блядь. Ну, типа, не от Быкова, просто он продюсировал эту хуйню. Каратель, кроме... Посмотри, посмотри и стиль, на самом деле, на Нетфликсе. Стэл. И генитально. На мой взгляд, если в кино, блядь, никого не убивают, нахуй, то смотреть незачем, потому что... Генитально в каждой серии убийства, новое расследование. Детективное попиже, чем настоящий детектив и Шерлор. Ну, хуево, хуево знает, короче, не знаю. Просто, на мой взгляд, когда в сериалах никого не убивают, и в кино смотреть там нечего, потому что ставки низкие, слишком персонажей на кону ничего не стоит абсолютно. То есть, я не люблю сериалы про бытовые какие-то проблемы, когда какая-то баба переживает, что, блядь, она не может замуж выйти, или еще какая-то хуйня, потому что... Или с работы кого-то, кто-то боится, что его с работы уволят. Типа, нахуя, блядь, нахуя смотреться на экране, и у людей проблем нет настоящих. Я люблю сериалы, когда там, блядь... Декстер, как тебе, Декстер? Декстер был хороший, но... Ну, с натяжкой можно сказать, что до четвертого сезона включительно Декстер был... А четвертый сезон, это самый лучший вообще сезон, мне кажется. Он же побил рекорды, по-моему. Даже бой Майка Тайсона смотрела меньше народа по телеку, чем последнюю серию Декстера. Это был лютый разрыв. За зеленую книгу. Я не смотрел зеленую книгу. Кстати, стоит смотреть, я не знаю, где смотрел. Не смотрел, не смотрел, но... Не смотрел я еще. Это Оскар, блядь, оскароносный, по-моему, фильм, значит говно. То есть это, типа, сразу можно не смотреть. Если фильм получил Оскар или был номинирован на Оскар, то номинация должна настораживать. Если он получил Оскар, то сразу хуйня, я тогда не смотрел. А почему? Спотлайт в центре внимания. Спот в центре внимания... Фильм расследования про педофилию. Католический церковь про педофилию. Ну, это документальный фильм, типа, это немного другое. Ну, он сделан как художественный. Он больше художественный, чем документальный. А, он художественный. Ну, я не смотрел сразу. Да, просто на реальных событиях. Документалка это... Ну, типа, я в курсе, что католические священники у детей, как бы, там... Это особо не очень спорный момент. Так. Окей, тогда ты перечислил, получается, Фарга. Настоящий детектив первый сезон. Стиль ты не смотрел пока что. Что еще? Я много смотрю сериалов. Мне сложно сказать, какой топовый, какой, блядь, не топовый. То есть, из русскоязычных сериалов, реально, на мой взгляд, вот, те, которые русскоязычные, именно, по-моему, метод, это реально топовый сериал. Ну, метод, это же калька на Декстера, насколько я понимаю. Да, они все кальки друг с друга. Потому что, если взять любой американский сериал про, блядь, охуительного, гениального персонажа, там, либо спизженный такой же Хаус, либо Декстер, либо Монг, блядь. Все смотрел, кстати. Вот. Менталист. Кстати, вот, опять-таки, был сериал Менталист. Ну, разве можно более вторичного персонажа придумать вообще, чем главгерой сериала Менталист? Ну, нет, это спизженная хуйня. То есть, по большому счету, эти все сериалы, они так же друг у друга все пиздят, и это абсолютно нормально. И я не считаю, что в методе персонаж Хабенского это четко спизженный Декстер. На мой взгляд, там смесь. Потому что там спизжена с множеством разных персонажей. Это полное говно, я считаю, это несмотребельно абсолютно. На мой взгляд, спиздили с Декстера и с Доктора Хауса одновременно. Я метод не осилил, это абсолютно полная хуйня. Мне про маньяков интересно просто. Про маньяков мне тоже интересно, да. Ну, блядь, типа, когда существуют всякие охуительные фильмы, когда ты смотрел Финчера, когда ты, блядь... Ну, это американская, понимаешь, тут сразу надо давать, это как называется, блядь, сразу надо делать скидку на то, что это российская, понимаешь. Потому что, ну, в России до сих пор в ходу сериалы, типа, ну, вот, как, знаешь, из вот этой ВБМки старой, типа, там, как бы, да, она любит тебя, да, она не любит тебя. Да я люблю тебя. Я этого актера Дмитро встретил, который, которого любят. Я его Дмитро встретил в Москве, охуел на Арбатской, у него прическа все та же. Предложи ему Охотники за разумом. Майндхантер, да, я Майндхантер. Да смотрел я, блядь. Она унылая, на самом деле. Вы реально думаете, что я, типа, не смотрел Майндхантер, блядь, или там, Поймать уна Бомбера, или еще какую-нибудь хуйню, я все смотрел. Поймать уна Бомбера, охуенный фильм, блядь, охуенная документалка, на самом деле. Мне единственное, что не понравилось в Поймать уна Бомбера, это то, что, блядь, нихуя не раскрыто, вот почему там этот детектив не любит свою семью. Об этом сказано, но в конце, блядь, не раскрыто, нихуя. Куча моментов таких упущенных. Нахуй об этом говорить, если вы это не раскрываете. Пошли в пиздец. А мне насрать было на его семью. Я Брэйкин Бэд дропнул именно из-за того, что, блядь, там семью срано его показывали. Мне так насрать было. Не, ну зачем тогда об этом говорить? Тогда не вставляйте, да. Тогда вот говорите про... И уна Бомбера это не маньяк, это террорист, я считаю. Это не похоже на... Да, я рекомендую как бы не сериал, я манифест уна Бомбера рекомендую прочитать. Вот это, это охуенная вещь. То есть сериал туда и сюда, там нормально, да, там хорошо сыграл этот как у Пол Пол Беттани. Попроси Марго объяснить свою любовь к фильму Фарго. А Фарго это охуительный сериал. Фильм, конечно, слабее, чем сериал, я считаю. Сериал просто гениальный, он выдержан и по атмосфере, и по актерской игре, и, в принципе, по месседжу. Фарго это гениально. Я не считаю фильм слабее сериала, хотя я понимаю, почему большое количество людей так считают. Они в разной стилистике выполнены, фильм и сериал. Фильм Фарго, ну это такой типичный фильм братьев Коэнов, то есть он больше про картинку. Там нет месседжа. Он про геометрию кадра, он про смешные моменты. Значит, про красивую музыку на заднем плане, и про то, что снег идёт, блядь. В Фарго нет месседжа, есть почему. Он тонкий, на самом деле, и в сериале он... Сериал, на самом деле, очень ироничный. Это больше какая-то сатира. И чёрная комедия это не какой-то ебанутый детектив, который хочет смотреть из-за того, что раскроют ли дело, не раскроют, кто убийца. Комедия положений, да, как «Вишнёвый сад», да. Киновселенные, Марвел и DC. Я терпеть не могу такую хуйню. Я вот посмотрел «Последних мстителей». Мне вообще из Марвел понравился только второй «Капитан Америка». Всё остальное от про супергероев я ненавижу. Только Нолановский «Тёмный рыцарь». Всё остальное я считаю полной хуйнёй отвратительной. Что ты думаешь по этому поводу, Марвел? Давай подискусим. Я никогда не ожидаю ничего хорошего от фильмов про супергероев, поэтому я всегда приятно удивлён. Типа, о, ну это примерно как «Боевики» с Лиэмом Нисоном. Я их тоже смотрю. Лиэм Нисоном? Я посмотрел недавно фильм, где он по поезду туда-сюда носится. Причём фильм этот очень быстро на Amazon Prime появился. Значит, то есть, это значит, что он, скорее всего, провалился в прокате. Но для фильма, который провалился в прокате, фильм весьма неплох. Мне понравилось. Нормально бегает по поезду, блядь, стреляет. Я последний фильм с Лиэмом Нисоном, который смотрел, это где он с волками борется, блядь. Как это называется? Грей. Да, 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 да. Где он против волков, там, наедине с природой. Я концовку, правда, не оценил, блядь. Какая-то тупая хуйня, я считаю. Вообще, весь фильм это тупая хуйня, потому что все персонажи, кроме Лиэма Нисона, не раскрыты, не харизматичны. Им не сопереживаешь. Это корм для волков для того, чтобы Лиэм Нисон в конце разъебался. Марвел... По факту, им всем пиздец. Ну, если ситуация реальная, в этой ситуации им всем пиздец. Но, в общем-то, в конце, как бы, так и получается, на самом деле. Ну, там же в конце не показали. Там показали, как он летит разъебывать, и потом просто дыхание, и непонятно, чье это дыхание. То ли Лиэм Нисон выжил, то ли волк. И это будет... Ну, да. Но понятное дело, что открытая концовка заставляет зрителя думать, что, нет, он разъебал волка. У него мотивация. Ну, открытые концовки, они нужны для того, чтобы Долбоёв сам себе в голове хэппи-энд нарисовал. Я помню, когда у Мэда бомбило из-за того, что школьники... Школьники ему, короче, с донатами писали всякую хуйню, типа, ты прошёл GTA 5 на неправильную концовку. Потому что, с точки зрения Долбоёва, правильная концовка — это когда все выжили в конце и уехали в закат, блядь. Блин, вы чё, зачем Долбоёв? Мне такая же хуйня, у меня была Stranger Things, блядь, когда я играл, я где-то на стриме сказал, мне сказали, что у меня неправильная концовка, я тоже бомбил, я говорю, что Долбоёбы. Что Марго думает про South Park? Ладно, это интересно. Ну, прикольно. South Park был прикольный, потом он в какое-то дикое говно скатился. Я последний сезон не стал смотреть, начиная с 10-го. А вот я... Блядь, чё, а с 10-го? Не, ну, начиная с... А, блядь, подожди, я подумал, что их всего 14. Не, нихуя, вам, по-моему, сейчас 23-й. А, наверное, да. Я просто дохуя не смотрел, я не помню. Я остановился на моменте, где Картман стал типа хорошим и завёл себе тёлку. Это какой сезон? Ой, блядь, я не помню. Это, типа, несколько раз, по-моему, у них было, типа, блядь, я типа уж не... Это вот когда он стал типа хорошим и долгое время это была одна сюжетка и... Да, но это недавно было. Это мне тоже не нравится. Короче, вот сезон, который самый последний, который типа новый. Он ещё туда-сюда. Там были моменты интересные. Но в целом, конечно... Ну, а что ещё ожидать-то? Конечно, блядь, столько кругов намотать. И потом... Потом, типа, чтобы они ещё что-то могли сделать новое и впечатляющее. Ну, блядь. На мой взгляд, ну, им не переплюнуть серию про World of Warcraft, например. Да, которая культовой стала. Она ещё премию Эми получила. Мне кажется, самая охуенная серия это Сдохни, Скотт Теннерман. Тоже хорошая серия, да. То есть, тяжело переплюнуть там серию про ниндзь, про этот... Imagination Land у них трилоги. Карпман Лэнд. Карпман Лэнд. Пахуительная серия. Да. Тоже хорошая серия была. Вот. То есть, когда... Когда мультсериал в 2016 году выпускает серию про Эмо, это уже, блядь, диагноз нахуй. Они постарели просто. Мне кажется, что авторы просто постарели. Они республиканцы, кстати. Узнал? Нет. Они на церемонии вручения, по-моему, то ли Эми, то ли ещё какой-то хуйни, можно даже Золотого Глобуса, я не помню. Они вышли вдвоём и сказали, мы республиканцы, и вся аудитория такая ха-ха-ха, типа, блядь, панчлайн, смешно. Они же... И потом они такие, нет, серьёзно, мы республиканцы. Это было очень смешно. Но сейчас просто проблема в том, что с Трампом очень сильно поменялась политика в США, и теперь есть отдельная волна республиканцев, есть даже термин South Park Republican. Это человек, который сместился с лево-центристских в право-центристские взгляды под воздействием сериала «Южный парк». Потому что в какой-то мере у них, в общем-то, этика консервативная, как раз-таки, в этом сериале. Люди, наверное, не замечают, находясь в России, это незаметно, но если ты в Калифорнии живёшь, видно, что политика «Южного парка», она правее, чем политика «Среднего калифорнийца», по крайней мере, значительная. Мне казалось, что в первых сезонах, по крайней мере, в том, что я... Ну, блядь, первыми невозможно, а оказывается, я смотрел 19 сезонов, как мне пишут. Получается, что я, насколько понимаю, яркой позиции выражаемой у авторов никогда не существовало, они всегда пытались... Ну, это надо именно много смотреть, и при этом не в том возрасте, когда похуй на политику. Понимаешь, в чём дело? Я же это смотрел уже в осознанном возрасте, понимаю, и они... Ну, очень редко выражали свою позицию голосом Кайла и Стэна. То есть, да, в конце была мораль, но, блядь... Например, я помню точно, когда «Южный парк» выражал свою позицию, это по поводу авторского права. Была серия с Юту и Бона, конкретно, и с авторским правом. И они выступали яро против защиты, да, авторского права в интернете. И весь месседж был в том, что вы что, долбоёбы, если хотите зарабатывать, пиздуйте на концерты. Угу, да. Ну, это ли не... Это не сходится немного с правой консервативной? Нет, почему? Нет, почему. Как бы, позиция против авторского права может интерпретироваться и в ту сторону, и в другую. А может интерпретироваться как поддержка социалистических реформ, может интерпретироваться как поддержка малого бизнеса. Потому что, в общем-то, авторское право, и, кстати, патенты всякие, они душат малый бизнес. А республиканская партия, она всегда была... Так там же ни слова не было про малый бизнес. Речь шла же про свободу в интернете и про свободу слушать... Свобода в интернете – это и есть свобода малого бизнеса. Потому что кто напарывается на авторское право? Это человек, который канал заводит, чтобы что-то с него получать. Там же просто Кайл скачал песенку, чтобы послушать его обутылили. Это Кайл, это частный случай. Там это гиперболизированный частный случай специально. На деле-то кто в реальности... Ну, понятное дело, но почему они не гиперболизировали частный случай какого-нибудь долбоебика, который имеет свой сайт и там... Потому что это был бы не гиперболизированный частный случай. Это как бы, во-первых. Во-вторых, ну, буквально такие случаи были в 90-х. И люди с сайтом и побеждали. То есть, хозяин сайта – You're the man now, dog. Если кто помнит, был такой сайт. Ну, это надо реально быть олдом. Ну, либо читать очень много энциклопедию, драматику. Вот. Я сомневаюсь, что даже на Лурке есть статья про эту хуйню. Это настолько древняя срань. Вот. То есть... Да, нет. Такие процессы были на раннем этапе интернета. Это rotten.com, кстати. Создатели тоже в суд ходили по авторскому праву. Очень много. Ну, первую поправку получилось там отстоять какое-то время. Потом в 2000-х, где-то там в 10-м, что ли, может, в 9-м даже. В 10-м, наверное, году была попытка там ввести вот это вот СОПа и ПИПа. Вот эти два законопроекта, которые, да, благодаря массовому флешмобу в интернете получилось задушить. Потому что, ну, люди массово стали писать своим представителям, с местным представителем, для того, чтобы они хотя бы были в курсе этой хуйни. Вот. Ну, и довольно большое количество политиков поняло, что на этом можно выехать, поднять себе электорат. И такие, бля, давайте это дело прикрутим. И прикрутили эти два законопроекта. Ну, и сейчас уже, если что-то такое начнется, то вряд ли это получится. Это, во-первых. Во-вторых, вон в Европе артикул 13-й сейчас принимают в Евросоюзе. Им всем пиздец. Потому что в Европе люди, они вообще как бы не могут в горизонтальную самоорганизацию. Это вот вам не Америка. Поэтому, если Евросоюз им говорит, вот с завтрашнего дня мы будем всем, значит, по средам вкручивать бат-плаг со свиным штопором. Вот. Без исключения. Старше 19 лет только. То никто, блядь, вообще как бы брови не поведет. Из населения Евросоюза всем будет как бы похуй. То есть, вот каждую пятницу будем как бы... Ну, не скажи, желтые жилеты, они внутри Евросоюза, но, блядь, мне кажется, что им не похуй на то, что происходит. Они выходят, конечно, по любой хуйне. Они легко поджигают. Они сидят на площади, блядь, и палкой по асфальту. Да ладно, блядь, они там машины переворачивали, блядь, нападали на полицейских. Жгли себя, как бы не разбивали стекла. Франция же внутри Евросоюза самая протестная страна вообще на протяжении всей истории. Ну, ты знаешь, кто в основном там протестовал до желтых жилетов, как бы, кто... Ну, понятно, елопало, блядь. Это люди, которые... Может быть, они не протестуют. Может быть, в их странах принято так, блядь, руки греть об машины. Они не знают просто, что такое машина. Они, может, с копьем на них еще, блядь, кидались, когда первый раз увидели. Ёпта, я что, ебу, что ли? Это же типа такое. Вот. Нет, желтые жилеты... Ну, смотри, тот факт, что огромное количество каких-то пролетариев, блядь, выходит на протест, начинает что-то орать, жечь и так далее. Говорит о том, что, в принципе, политическим путем ничего добиться нельзя. В США можно. В Евросоюзе нельзя. Потому что просто вот общество, оно фундаментально другое. Ну, да, у Америки был некий бонус. В том плане, что, да, тут была охуительная территория. Стоило только убить всю коренную популяцию. Масленно. Воин не было просто. Банально, воин не было. А почему не было-то? На территории страны. Почему не было? Таких катастрофических войн, как... А почему не было? Ну, не было, потому что, блядь, ну а откуда они там возьмутся, блядь? Во-первых, штаты в ебенях. Начнем с этого. Окружены океаном, блядь. Во-вторых, штаты, блядь, ну, сколько им, 400 лет. Почти. Насколько я понимаю. То есть, лет меньше, но разве-то мощнее. То есть, тут такое дело, что... Да, я не к тому, что это, типа, какой-то, блядь, бонус, там, в чью-то сторону. Просто я к тому, что, ну, воин-то фактически не было из-за вот этих всех совместных причин. Ведь и расположение, блядь, и история происхождения, появления, и история, да, того, как англосаксы прибыли на территорию, что они там сделали, как они обосновались там. Это же все играет огромную роль. И время, в которое это произошло, все-таки 400 лет назад был не такой пиздец, как тысячу лет назад. Или даже, там, 600 лет назад в мире. Я, короче, к тому, что у США основной бонус был то, что вот, пустая территория, то есть, коренное население убили, то есть, заново можно все заселить, с более-менее развитыми технологиями уже, то есть, не переходя всякие первоначальные фазы, значит, сразу начинать строить капиталистическое общество. Это огромный бонус. Потому что, даже если у нас не какой-нибудь ебучий СНГ, где, там, Советский Союз 70 лет был, и поэтому у тебя на все про все, чтобы капитализм построить 20 лет примерно, значит, даже если у нас Европа все равно, в Европе есть огромное культурное наследие. Убер-маргинал, для того, чтобы ты ушел, Илон Маск донатит 10 тысяч рублей. Я не против, я в любой момент. Так, собственно, мы тоже скоро будем прощаться, поэтому Убер-маргинал, в принципе, охуенно получилось. То есть, приходи еще, приходи еще, беседуй на разные темы. Давайте, передайте привет Озону, давайте, пока. Привет Озону, пока, пока, Убер-маргинал.